Очень рад видеть всех. Сегодня будет довольно важное слово, которое будет связано с одной проповедью, которую я говорил несколько месяцев назад. Я думаю, вы помните, несколько лет назад я проповедовал на тему 25-е вселенная или проклятие мышиного рая. Помните? 25-е вселенная или проклятие мышиного рая. Сегодня моя проповедь называется 25-е вселенная или история продолжается. И я хочу сегодня еще важные вещи показать каждому из вас. Но вначале я немного вообще напомню, что же это за знаменитый опыт, о котором говорят уже много, не просто лет, а десятилетий говорят, и который произошел в 1972 году. В 60-е и 70-е годы американский ученый Джон Келхун, у нас, по-моему, даже фотографии его есть, американский ученый Джон Келхун провел ряд удивительных экспериментов, которые обсуждались во второй половине 20-го века. В качестве подопытных Келхун выбирал всегда грызунов, хотя, конечно же, конечной целью его исследования было человечество. Ну, а я как бы напомню, может быть, некоторые не знают, что изучая гены, человек имеет с грызунами 98% общих генов. То есть, в принципе, ты скажешь, Виктор, ты нам все про мышей говоришь, мы про людей хотим. Посмотри на соседа и скажи, на 90%, на 98% ты мышь. Ну, или хомячок. На 98% хомячок. То есть, то, что нас отличает от мышей, 2%. То есть, как бы, венец творения не сильно-то выпендривайся. Вот. И что же был за эксперимент, знаменитый, который он провел, как я сказал, в 1972 году, назывался «Вселенная-25». Келхун построил настоящий рай для мышей. И он соорудил такой большой бак шириной и длиной 2 на 2 метра. Высота была полтора метра. Вот видите фотографии 70-х годов того эксперимента. Вот. И внутри этого бака, из которого мыши не могли выбраться, для них, для грызунов, был создан настоящий мышиный рай. Там поддерживалась постоянная комфортная температура 20 градусов. То есть, там не было очень жарко, там не было холодно, 20 градусов. Постоянно была температура. Идеальная для мышей. Было изобилие еды, изобилие воды. Были сделаны многочисленные гнезда для самок. То есть, проблемы с введением потомства тоже не было. Каждую неделю бак очищали. Ученые следили, чтобы среди грызунов не было никаких инфекций. То есть, ветеринары постоянно следили за здоровьем мышей. Был постоянный контроль. Система подачи еды, система подачи воды. Было так рассчитано, что, в принципе, вот в этом баке могло жить до 10 тысяч мышей. То есть, довольно, ну, конечно, 10 тысяч им было бы уже тесновато, но, в принципе, до 10 тысяч мышей там могло жить и могло питаться. Вот. Но интересно, что в течение этого эксперимента численность мышей не превысила 2200. Больше не стало. Эксперимент стартовал, когда в этот бак поместили 4 пары специально отобранных, активных, здоровых мышей, которые оказались в этом баке. Некоторое время они там все исследовали, изучали, пока, в конце концов, не убедились, что попали в настоящий рай и начали размножаться. И в первое время число мышей удваивалось каждые 55 дней. То есть, они кушали, пили воду, радовали жизни, размножались. После года эксперимента численность, как бы, рост численности стал замедляться. И уже численность удваивалась не каждые 55 дней, а каждые 145 дней. И среди мышей уже стала формироваться некая иерархия. Определенная иерархия, социальная жизнь. Там разные мыши занимали разные в этой иерархии, разные местечки, разные роли. И вот развитие вот этой мышиной популяции привело ученых к очень интересным наблюдениям. Одно из наблюдений. И через некоторое время среди мышей появилась категория, которую они назвали отверженные. Отверженные мыши – это мыши, которых изгоняли в центр бака. И все мыши к этим отверженным проявляли агрессию. Отличить отверженных мышей было очень просто. У них были там покусанные хвосты, вырванная шерсть из тела была у них, следы крови. Отверженные это были молодые мыши, которые так и не смогли найти свое место в этой иерархии мышиной популяции. Почему? Потому что мышам там было жить хорошо, жизнь их удлинилась. И старые мыши, пожилые мыши не хотели освобождать для молодняка свои места. Между молодыми и старыми мышами были столкновения. И так вот среди молодняка и возникла категория отверженных, которые не смогли пробиться. Все места были заняты. И они в конце концов, вот такие все ущемленные, покусанные, были в центре этого бокса. И они перестали защищать своих беременных самок, эти мыши. Перестали исполнять свои социальные роли. И даже практически перестали проявлять агрессию. Только друг на друга проявляли агрессию. Но их агрессия на внешних мышей практически сократилась. Потом, через какое-то время, с появлениями отверженных мышей, среди мышей появилась еще такая категория, которая уже среди самок появилась. Поскольку беременные самки видели, что уже молодые мыши перестали их защищать. Они вынуждены были сами защищать себя. И самки становились более такими нервными, более агрессивными. Поскольку им теперь нужно было драться за себя, за свое потомство. Они свою агрессию стали проявлять на окружающих. И вот это их агрессивное поведение привело к тому, что они уже не просто стали сами себя защищать и агрессивно относиться к окружающим. Они даже уже агрессию стали направлять на собственных детей. Самки стали убивать своих детенышей. То есть, среди мышей появилось поедание друг друга. Через какое-то время самки уже отказывались от дальнейшего размножения и превращались в таких самок-отшельников, которые забирались куда-то на верхние гнезда и жили такой своей обособленной жизнью, агрессивной. Никого к себе не подпускали, отказывались размножаться. И во многом стали такими агрессивными, как самцы. Через некоторое время среди мышей появилась еще одна категория, которых они назвали красивыми. Красивые мыши – это самцы, которые вообще стали вести себя очень нехарактерно для самцов. То есть, они вообще перестали бороться за самок, они перестали бороться за территорию. У них уже не было никакого желания не спариваться, не заводить потомство, не заботиться о потомстве. Они избегали всяческих конфликтов, избегали любых социальных ролей, ни за что не боролись. Все, чем занимались эти красивые молодые мыши, они ели, спали и чистили свою шкурку. То есть, они занимались тем, что чистили свою шкурку, ели, спали и приводили себя в порядок. После определенного момента вот эти красивые мыши и самки-отшельницы стали большинством. Средний возраст мыши увеличился на 200 дней. При этом смертность молодняка была все больше и больше и в конце концов достигла 100%. Рождаемость сокращалась и вскоре вообще сошла на нет. Вымирающие мыши практиковали агрессивное поведение, гомосексуальное поведение, такую немотивированную агрессию. Самки отказывались воспитывать детей, даже убивали маленьких мышат. Это было странно, когда на фоне изобилия пищи возникло поедание мышами друг друга. Мыши стремительно вымирали и после 4,5 лет, с того момента, как начался эксперимент, умер последний обитатель мышиного рая. Интересно, что ученые, предвидя, что мыши все вымирают, вымирают и вымирают, изъяли несколько групп мышей и поселили их в такие же идеальные условия, но где не было большого, как бы в новые такие же боксы, но где не было много мышей. То есть они брали точно так же красивых мышей и вот этих самок отшельниц, и точно так же где-то по 4 пары садили их в другие. Уже такие же боксы большие, большие коробки железные, но которые были пустыми. То есть там также было изобилие еды, изобилие воды, но при этом никого не было. То есть они как бы оказывались в роли первых мышей своего бокса. Но интересно, что они не меняли своего поведения, самки-отшельницы так и вели себя, мыши красивые так и продолжали вести себя, заботясь только о себе. И в конце концов точно так же там никакого роста популяции мышей не было, и там все мыши вымерли. На основании этого эксперимента ученый Джон Кэлхун создал теорию двух смертей. И он назвал первую смерть смерть духа. То есть мышь, она очень простое животное. Самое сложное в поведении мыши, это ухаживание за самками, рождение потомства, забота о потомстве, защита своих детенышей, участие вот в этой иерархической мышиной группе. Для них это все как бы самое сложное. Так вот, сломленные внутри себя мыши отказались от своего сложного поведения и занимались только тем, что ели, пили, спали и ухаживали за собой. И таких мышей Кэлхун и назвал сломленными в духе. То есть они как бы внутри были уже сломленные. Внутри они ничего не хотели, ни к чему не стремились, просто кое-как жили. И он говорил, что при наступлении вот этого внутренней смерти или смерти духа, вымирание популяции мышей, то есть физическая смерть уже предрешена. И Кэлхун, Джон Кэлхун сделал такие выводы, что естественная судьба наша – жить в условиях давления, в условиях сложности. То есть когда мы преодолеваем сложности, когда мы преодолеваем разные трудности в нашей жизни, мы таким образом развиваемся. И вы помните, мы говорили о том, что, об этом и Библия много учит, им говорит, что не случайно Бог до нас допускает некие проблемы, трудности, не для того, чтобы удручить нас, не для того, чтобы сломать нас там, а для того, чтобы мы преодолевая эти сложности могли развиваться, то есть чтобы мы не вымерли. Бог дает нам, потому что именно в трудных условиях, в тесных условиях, в ситуации, когда много проблем и трудностей, мы развиваемся, мы движемся дальше. Мы об этом говорили, и если кто-то не помнит, вы можете взять прошлогоднюю проповедь о 25-й Вселенной и переслушать ее. Но сегодня мы поговорим еще об одном важном уроке, который мы можем с вами взять из эксперимента, который назывался «25-я Вселенная». А почему назывался он «25-я Вселенная»? Да потому что это была 25-я попытка создать рай для мышей, и все предыдущие попытки тоже заканчивались со смертью всех грызунов. Некоторые ученые, которые узнавали об этом эксперименте, не согласились с выводами Джона Кэлхуна. Для этого они привели еще один пример, но который произошел не в лабораториях, а в реальной жизни. В свое время в Австралии решили размножать кроликов. И точно так же отсутствие особых врагов, отсутствие особых сложностей. То есть давали изобилие еды, воды. И в Австралии кролики могли размножаться, как хотели. И вот интересно, что в итоге кроликов в Австралии стало так много, кроликов стало так много, что это стало большой проблемой для всего континента. Их пробовали отстреливать, ставили всевозможные ловушки, капканы. Ничего не помогало. Популяция кроликов в Австралии росла и достигла угрожающих размеров. Единственное, что смогло остановить Австралию от этого дикого нашествия кроликов, это распространение болезней и вирусов среди кроликов. То есть там появились болезни и вирусы. В конце концов, это остановило роль кроличьего поголовья в Австралии. И вот эти ученые задались вопросом, почему же с кроликами не произошло то, что произошло с мышами? Почему кролики не вымерли? То есть только их инфекции остановили. А я напоминаю, что в эксперименте Джона Келхуна ветеринары следили, чтобы инфекции и болезни среди мышей и грызунов не было. На континенте никто не следил, это их остановило. В чем разница? И пришли к очень простому выводу. Кролики в Австралии жили и размножались в естественной природной среде. То есть без всяких искусственных ограничений. То есть у них были комфортные условия, вода, пища. И при этом они могли свободно жить на континенте. Они могли свободно передвигаться. Они жили в естественных условиях. Мыши же из эксперимента американского ученого, имея комфорт, изобилие еды и воды, при этом жили в железном боксе, который они не могли покинуть, который для них был ограничением. И вот эти ученые, они стали говорить, что Джон Келхон, он создал не мышиный рай, а создал тюрьму просто с комфортными условиями. И огромная разница, они говорили, между вот этими кроликами Австралии и мышами Джона Келхона, в том, что кролики жили в свободе, комфортные условия, вода, еда и при этом свобода. А мыши жили в комфортных условиях, изобилие еды и воды, но при этом у них свободы не было. И эти ученые говорили, что причина смерти мышей из эксперимента Джона Келхона в основном в другом лежит. И они не согласились с выводами американского ученого, а в том, что у них вот не было всякая несвобода, всякая замкнутость, приводит к тому, что рай превращается в тюрьму, никакие комфортные условия, вот эта скучность людей на маленькой территории, их ограниченность, приводит рано или поздно вот к такому поведению, как мы наблюдаем среди мышей, мыши отверженные, мыши гомосексуалисты, мыши, которые агрессивны были друг в отношении друга, самки-одиночки, отказывающиеся от потомства. Эти ученые говорят, вот это как раз вот тот путь, которым идет современная цивилизация, особенно в больших городах, так называемых мегаполисах. В принципе, это очень актуально для нас с вами, потому что мы с вами и живем в мегаполисе, мы с вами и живем в большом городе. То есть, а мы еще гордимся, наш Екатеринбург, это самый компактный миллионник на территории России, да, мы же говорим, это самый компактный, то есть, людей очень много, а территория маленькая, да, и нас еще все время, заметьте, скучивают, да, вот эта так называемая точечная застройка, да, когда такое чувство, что современные строители нашего города не заботятся о том, что... Я не помню, чтобы строились новые парки, новые что-то такое, но постоянно строятся что? Все, гнезда для самок. И, ну, и еще постоянно, то есть, у нас, что такое Екатеринбург? Это вот гнезда для самок и самцов, вот так вот они, ну, сейчас как можно выше пытаются строить, чтобы на маленьком пятачке вас тут было очень много, да. Я даже иногда думаю, вот смотришь, огромный дом такой красивый, вот как бы мысленно убираешь стенку, там кто-то борщ варит, кто-то с женой ругается, кто-то там на детей орет, и все это в маленьком-маленьком, буквально на головах, на головах друг друга, да, вот такие условия. Притом они все еще так счастливы, ой, какой мы классную квартиру купили, прям сейчас будем, сейчас 20 лет еще ипотеку отдавать, ну, это же потрясающе. В какой у нас посадили, мурочеловейник, да, посадили, ну, и поскольку нам еще нужна еда и вода, да, между этими центрами, зачем нам парки, куда ты гулять собрался, зачем тебе, тебе надо еда, вода, вот эти так называемые торговые центры, где жрачка, вот, вот, чтобы мы ходили, набирали жрачку, ходили там, вот, размножались там, вот, жили вот в этих человейниках, вот. Вот такая жизнь. Они говорят, это очень похоже, вот, условия жизни очень, очень похожи на те условия, которые Джон Келхон создал, создал для своей, для своей, вот, для своего эксперимента. И поэтому, говорит, поведение часто людей в больших мегаполисах и похоже на поведение мышей из этого эксперимента Джона Келхона. Они говорят, для того, чтобы это врождение не наступало, проблема не в том, что много всего хорошего, а проблема в том, что нет свободы. И если нет свободы, нет свободы, то какие бы ни были удивительные, благоприятнейшие, комфортнейшие условия, ты рано или поздно будешь деградировать. Наше общество будет постепенно вымирать. И я хочу открыть вместе с вами послание апостола Павла к римской церкви, потому что вот тут он говорит как раз о важнейших вещах. Мне кажется, почему-то, что мы не совсем до конца отдаем себе отчет вообще, что Христос даровал для нас. В чем отличие вообще? Мы не просто, знаете, есть много разных мировых религий, и мы вот часть одной из мировых религий, и в этой мировой религии еще часть какой-то конфессии, в этой конфессии мы часть определенной церкви. Вот. Вот смотрите, Римлянам 6 глава. Прочитаем с 16 стиха. Апостол спрашивает верующих, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности, какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. И в этом же послании к Римлянам вот восьмая глава, самые первые два стиха, вот в продолжении. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И смотрите, здесь апостол Павел разбивает два состояния человека. Первое состояние он называет рабство греху. Человек, живущий в рабстве, своих похотей, своих плотских желаний, да? И Павел говорит, таким образом вы становились рабами. То есть человек, живущий во грехе, часто раб своих похотей, раб своих нечистых желаний, и он живет вот в этом контроле, в этом рабстве. И апостола Павла очень часто, очень часто критиковали за то, что он учит о благодати. Они говорят, типа, вот дашь благодать, и люди почувствуют свободу, и ничего с ними не произойдет. Они точно такими же останутся грешниками. Павел говорит, нет, есть еще так называемое рабство, рабство праведности. Но важно очень осознать, что когда мы входим в послушание праведности, здесь совсем нечто другое, чем то, что люди живут в рабстве греха. Рабство греха, там, где царствует тьма, и дьявол, это царство насилия. Дьявол не спрашивает у нас, он не джентльмен, дьявол заставляет нас, он вероломно действует, он насильно. Как говорит Павел, уже делаю не что хочу, а что не хочу, то делаю, словно вот какая-то вот эта сила тьмы заставляет тебя делать не то, что ты хочешь. Вроде бы хочу доброе, а делаю злое, а наоборот, злое не хочу, а все равно делаю и делаю. Кто же это делает? Живущего мне грех, то есть дьявол через грех словно манипулирует нами и делает из нас марионеток, людей, которые идут и словно даже как бы не отвечают сами за себя, потому что настолько они порабощены, настолько они заключены в это рабство, в это рабство проклятия. И вот мы из этого рабства греха вместе с вами переходим в царство Иисуса Христа. И мы думаем часто, что здесь точно такие же принципы действуют, как действуют в царстве тьмы. А Павел говорит, нет, здесь другие принципы действуют. Здесь действуют принципы благодати. Это не рабство страха, это не рабство насилия, это то, где действует милость и действует благодать Божья, благодать, которая меняет, преобразует нас изнутри. И мы не просто, вот раньше были рабами греху, а теперь мы такие же унылые, но теперь рабы праведности. Раньше мы очень боялись греха, теперь очень боимся праведности. Нет, здесь совсем другой принцип. Вот почему часто, знаете, церковь это не понимает, и мы строим в церквах так называемое рабство праведности, по типу рабства греха. И мы начинаем тут же в церкви придумывать разные всевозможные правила, постановления, каноны, законы, причем в одной церкви они такие, в другой церкви они сякие, и мы говорим, нет, это неправильно, а вот там вот так надо делать, а так вот не надо делать. И мы друг с другом меряемся разными правилами, а как у вас в церкви принято, а какие вот у вас тут постановления, как бы, а вот в чем можно одеваться, а в чем нельзя одеваться. Мы попадаем на территорию, где опять-таки законные правила, я думаю, одна из основных причин, почему христианство очень часто, достигая больших масштабов, не имеет силы влияния, что Бог нас использует, да потому что просто-напросто часто христианство, оно напоминает такое, знаете, вымирающее сообщество. Почему? Вроде бы Христос среди нас, у нас есть Слово Божие, у нас есть все необходимое, но какой-то вот силы нет. Почему? Да мы часто строим свою жизнь вот на этих законах, на этих правилах, вот как бы вот словно такое чувство, что вот, как я говорил в прошлой проповеди, вот как вот мы делились на два лагеря, эти за наших, вот когда детьми были, да, вот играли в войнушку, эти за наших, эти за фашистов, как бы одно и то же сообщество ребят, просто как бы их по жребию поделили, за наших и не наших, за хороших и за плохих. И вот точно так же, словно мы вот пришли в церковь, вот раньше мы были рабами греху, да, сейчас мы рабами праведности, как бы хозяин сменился, а все остальное точно такое же. Раньше был дьявол, теперь Господь, но жизнь мало поменялась, мышление мало поменялось. На самом деле, драгоценное, христианство, это не просто смена хозяина, это смена вообще принципов жизни, это принцип жизни, как вот апостол Павел говорит, вот эта благодать, она нас освобождает, и мы уже не под законом, мы уже находимся под благодатью, из-за чего Павла обвиняли, из-за твоей благодати теперь люди могут делать, что хочешь получается, грешить, каяться, каяться, грешить, так что ли? Они не поняли очень важные вещи, что христианство, это прежде всего внутреннее преобразование человека, когда внутрь нас входит свобода, мы получаем эту свободу, и мы послушны Богу, не по такому же принципу, как вот мы были послушны раньше дьяволу, там нас никто не спрашивает, но здесь все иначе. Мне очень нравится, я часто довольно привожу высказывания блаженного Августина во время проповеди, который сказал однажды «Возлюби Бога и делай, что хочешь». То есть видите, раньше люди были под законом, раньше они были под правилами, теперь они не под новыми правилами или под новым законом, теперь они под благодатью находятся. Возлюби Бога и делай, что хочешь. Вот что такое христианская свобода. Возлюби Бога, что хочешь. Означает ли это, что теперь мы можем делать вообще все, что не вздумается? Нет. Наша свобода, она ограничена, но не правилами, не законом, не какими-то стенками стального ящика, ограничена любовью, которая находится внутри нас, в нашем сердце. Поэтому смотрите, очень интересно, когда Евангелие Триана, восьмая глава, когда посмотрите, возникла ситуация в служении Христа, и вот смотрите, 31 стих, восьмая глава Иоанна, Иисус обращается к уверовавшим в Него иудеям, и говорит, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Люди часто, знаете, живут в своих религиозных мерках ограниченных, и они не понимают, о какой свободе ты говоришь, мы же вроде как бы так свободно, никому не были рабами. Иисус отвечает на это. Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. И вот, знаете, настоящее христианство это прежде всего вот ощутить эту фантастическую свободу, которую дарует нам Иисус Христос. Возлюби Бога и делай, что хочешь. Вот, когда ты ощущаешь свободу, не случайно Иисус вот назвал это состояние состоянием сыновства, которое отличается от рабства. То есть, раб праведности это не то же самое, что раб греха. Раб праведности назван Христом, сын в свободе, сын, живущий в свободе, пребывающий в этой атмосфере, удивительной атмосфере божественной свободы. Свобода пришла в твою жизнь, свобода от греха, свобода от беззаконий, свобода от проклятия. Благодать теперь Божья начинает действовать, действовать в тебе, и ты ощущаешь вот эту атмосферу свободы. Но мы так привыкли жить в рабстве, что нам трудно учиться жить в свободе. Нам кажется, что свобода это какая-то вседозволенность, и как многие люди в первом веке роптали на Павла своей благодатью, он может сделать так, что верующие в церковь вообще распояжутся этой благодатью, все покрывающие, как же так? Но Павел имел в виду совсем другое. Он говорил именно о свободе, которая приходит в нашу жизнь, в нашу жизнь с познанием Бога. Мы познаем Христа, Христос наполняет наше сердце, и мы ощущаем себя свободными. Это не просто мы из одного рабства в другое перешло, как я сказал, не просто мы поменяли хозяева, хозяина, вообще все в нашей жизни поменялось. Все. Любовь к Богу меняет наше отношение и к ближним точно так же. Любовь к Богу преобразует нашу жизнь. И поэтому так нелепо, когда люди пытаются в церквах точно так же ставить разные какие-то рамки, ограничивать, это приводит лишь к одному, к вырождению христианства. Когда из христианства получается обычная религия со своими какими-то стенками всевозможными. И в конце концов все заканчивается печально. Мы же видим в истории церкви, как постепенно выхолощиваются разные динаминации, выхолощиваются всевозможные конфессии. Когда мы приходим и начинаем в церкви придумывать, чем же нас еще поработить, и начинается такое вот, мы пытаемся ставить друг другу какой-то страх, чтобы нас делать рабами этого страха. И мы начинаем действовать уже не из свободы и не из любви, а из-за страха. Из-за страха. Я думаю, вы многие слышали, как немало в христианстве разных споров, вот, например, о десятине. Вот про Ветхий Завет понятно, надо отдавать десятину, а вот про Новый Завет кто-то говорит, и в Новом надо отдавать десятину, а кто-то говорит, в Новом уже не надо отдавать десятину, и одни приводят места из Библии для аргументов для своей позиции, другие берут какие-то места из Библии и начинают друг с другом спорить там и выяснять. Для меня кажется, это вообще бессмысленный совершенно спор. Совершенно бессмысленный, потому что безусловно Евангелие нам говорит, что Христос конец закона. Вот это проклятие закона, о котором читаем мы в Ветхом Завете. Иисус взял на себя это проклятие. Если вы думаете, что если вы будете отдавать десятину, это будет избавлять вас от проклятия, и вы даете десятину, чтобы не быть проклятыми, вы просто-напросто ветхозаветные верующие. Мы боимся. А, вот сейчас нас Бог проклянет в финансовой сфере, мы будем отдавать десятину. А вот сейчас Бог нас будет проклинать, и какие-то проблемы у нас финансовые будут, поэтому надо отдавать. Мы отдаем опять-таки из-за страха. Это старый принцип. Принцип царства греха. В Новом Завете все по-другому. Возлюби Бога и делай, что хочешь. И тут же говорят, как получается, что теперь нам не нужно отдавать десятины, так мы вообще можем ничего не отдавать. Знаете, для людей либо что-то делать из страха, либо вообще ничего не делать. Для многих свобода синоним полной анархии. Милые мои, если мы сегодня приносим в церковь десятину из-за страха закона, страха перед проклятием, мы ничего не понимаем. Мы приносим наши пожертвования, наши десятины, потому что мы любим Бога, любим людей, и мы хотим, чтобы свет Евангелия через церковь сиял сильнее, проповедей было больше, служений было больше, чтобы церковь имела возможности как можно больше совершать в своем городе, на своей земле. Понимаете? Я отлично знаю, что когда об этом говоришь, некоторые думают, так значит я не буду проклят, если я не буду давать десятину, так я не буду давать десятину. Вот если ты так думаешь, лучше вообще ничего не давай. Лучше не давай, потому что вот это служение из-за страха быть проклятым, быть наказанным, это вообще не заветное служение. Мы даем, потому что любим. И я знаю немало людей, которые отдают намного больше, чем десятину, потому что они любят Бога и желают, чтобы благословение было Божьего в церкви и через церковь больше и больше. Понимаете? Совсем другой мотив. Не из-за страха, а из-за любви. Точно так же сегодня очень популярно в христианстве тема этих проклятий, всевозможные проклятием вы прокляты. И опять приводится куча мест из Ветхого Завета. Вот будешь делать так, а вот не будешь делать так, и будешь проклят. И мы боимся быть проклятыми, и все время там ходим, нам нужна свобода от какого-то проклятия, и мы просто прокляты учением от проклятия. Не свободны во всем этом, потому что мы так и не поняли, что Бог сегодня даровал нам свободу, свободу от всякого проклятия. Но весь все дело в том, что мы с этой свободой с вами будем делать. Свобода, направляемая любовью, это и есть то, в чем нуждается Господь. И единственное, что ограничивает мою свободу, это любовь. Других границ нет. Любовь к моим ближним. Я вам хочу пояснить, что я имею в виду. Вот посмотрите, в послании, в послании, в первом послании Коринфянам, в восьмой главе, восьмой стих, апостол Павел говорит, смотрите, там был большой диспут, потому что когда Евангелие стало проповедоваться язычникам, а служения в языческих храмах часто были связаны с идоложертвенной, пищей, пищей, которая была посвящена идолам. Как сегодня есть некоторые религии, так или иначе, где есть всякая пища святая, там было много всяких булочек, мяса всевозможного пожертвована идолам, и среди христиан были споры, можно ли эту пищу употреблять, ведь она же была идолом принесена, не участвую ли я, вкушаю эту пищу в идоложертвенном служении. Апостол Павел говорит, пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Пища нас к Богу не приближает. Это, между прочим, и поста тоже касается. Если некоторые думают, что великий подвиг поста не кушать, это не так. Смысл поста немножко в другом. Дальше, берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных, ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенная. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. И вот смотрите, апостол Павел здесь говорит, что, он говорит, вы поймите, ну нет ничего волшебного в пище, вот если там есть такая пища, а есть волшебная, там какие-нибудь шаманы, маги, колдуны помахают пальцами, и эта пища теперь тебя от Бога уведет. Или наоборот к Богу приведет. Павел говорит, пища нас не приближает к Богу и не удаляет от Бога. Поэтому, говорит, едим ли, пьем ли, вот нет разницы особенной. Это нас не делают более духовными и не делают менее духовными. Павел говорит, но есть проблема другая. Есть люди, для которых твоя свобода станет соблазном. То есть, ты будешь что-то делать, например, для тебя это ничего особого не значит, а для него значит. И он подумает, что ты таким образом участвуешь в идоложертвенном. И он подумает, что это вообще соблазнит его, может быть, даже от Бога отвернет. Поэтому Павел говорит, ради моего ближнего, не потому, что мне можно или нельзя, я свободен, но ради любви к ближнему я порой ограничиваю свою свободу, чтобы ближнего не соблазнить. Понимаете, о чем я говорю, да? Очень-очень важные вещи. То есть, мы свободны совершенно, мы свободны, но помимо свободы есть любовь друг к другу. И часто мы что-то не делаем не потому, что это нельзя, а потому, что мы любим другого. Например, у нас с Дианой недавно в жизни был пример, когда мы служили в Израиле, мы путешествовали по Израилю, и во время служения, помню, мы сидели с пасторами, мы сидели с пасторами, вот, и пасторы, там была бутылка с вином, поставили бутылку вина, говорит, ну давайте, вот у нас там сейчас праздник, всем наливают, и мы сидим с Дианой, мы сидим с Дианой. И они смотрят на нас и говорят, Виктор, ну вот вы как пьете, вы что считаете, алкоголь это грех, вино это грех, ведь Иисус же тоже пил вино, мы сидим на них смотрим, и я вам скажу честно, я не считаю, что в Библии есть сухой закон, и что пить вино это грех, нет, такого в Библии нет, пьянство это грех, когда люди забывают, теряют себя в алкоголе, это грех, но когда там есть какое-то культурное выпивание, там, бокал в день, например, ну там кто-то там до обеда, после ужина, например, вот есть вот такое, да, то вот, но я отлично понимаю, я не просто вот служу где-то в Израиле, они говорят, у нас в Израиле нормально, у нас, говорит, нет проблемы с пьянством, как-то у нас вот, как-то все вот, ну, люди ограничивают себя, но я-то не в Израиле живу и служу, я живу и служу в России, где, наверное, алкоголь столько зла принес, и я вот так вот думаю для себя, понимаете, ну, что бы нам вечерком с Дианой, как сегодня немало пасторов в России, между прочим, выпить по бокалу вина, посидеть, пообщаться, лечь спать, ну, что в этом, не напиваться, ничего, что в этом такого, но есть другое, я знаю, что для многих, очень многих мужчин, особенно в России, алкоголь была большая проблема, если они увидят, что пастор спокойно сидит, выпивает бокал вина, это ведь не грех, и нормально все, то почему бы и ему не выпить бокал, два, три, бутылку, несколько бутылок, и возникнет ситуация, когда твоя свобода послужит соблазном для своего ближнего, и потом Павел говорит, ради ближнего не буду есть мясо вовек, вот ты ешь мясо, а мы с Павлом нет, потому что грешно соблазнять ближнего, мясо есть не грех, а вот ближнего соблазнять, это плохо, понимаете, что мы говорим сейчас, да? И поэтому мы сказали нашим братьям, пасторам в Израиле, знаете что, не обращайте на нас внимание, ну, мы вас никак не осуждаем, конечно, косо на вас смотрим, но, но мы не будем, и не потому, что нам нельзя, или это грех, или в нашей деноминации это грех, за это у нас анафеми предают, есть и такие тоже, но это проблема, я вообще считаю, вот рассуждение между верующими, можно ли пить вино, нельзя ли пить вино, это пустые разговоры, пустые разговоры, понимаете, имеют лишь вид мудрости, тут дело в том, ты смотри, насколько твое действие послужит для благословения, или для проклятия ближним, то есть не строй свою жизнь, добро или зло, как в Эдемском саду, проклятия, да, вкусили плод, познание добра и зла, а насколько это поможет, или наоборот, навредит людям, которые вокруг тебя, я отлично понимаю, что если даже, например, я, к примеру, могу там себя сдерживать, то наверняка будут люди, взяв с меня пример, и они не смогут сдерживать себя, понимаете, поэтому, мы, мы не пьем, не потому, что у нас закон, сухой закон, мы не пьем, а потому, что я люблю людей, которым служу, а я напоминаю, что я служу в России, я люблю людей здесь, я знаю, что есть вещи, которые, в общем-то, при, если, если это делать все нормально, и в меру нормально, но в нашей стране такая история проклятия того же самого алкоголя, что, как Павел, не буду пить его вовек, чтобы не соблазнить ближних моих, понимаете, о чем я сейчас говорю? Вот в чем речь. А когда приходят учителя, начинают страшить, что там, вот это нельзя, вот это можно, вот это нельзя, вот это можно, извините, ты не по адресу, это церковь, это церковь, мы свободны, но наша свобода, я повторяю, ограничивается любовью, поэтому в этом же послании, первое послание к Коринфянам, да, вот мы читали восьмую главу, девятая глава, апостол Павел продолжает эту тему в девятнадцатом стихе, смотрите, Павел говорит, «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дам бы больше приобрести, для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона, для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, все же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его». И видите, апостол Павел показал, в чем же сила его служения. Павел не ориентировался на то, можно или нельзя, он ориентировался на другое. Это благословит людей, которые меня слушают, или наоборот, это поставит им преграду для восприятия Евангелия. Он думал, не можно или нельзя, а будет ли моя жизнь, мое служение, благословением для других, или не будет благословением для других. Вот как он расценивал. И он говорит, я сделался для всех всем, для подзаконных, как подзаконный, для чуждых закона, как чуждый закона. Понимаете? Поэтому мы должны понимать, что нас окружают люди, и мы должны быть для них благословением. Оставаясь в свободе, наша любовь, тем не менее, ограничивает нас в чем-то, чтобы послужить другим людям. Вот почему я еще раз повторяю эти слова, возлюби Бога и делай, что хочешь. Потому что, если ты любишь Бога, то хотя ты можешь делать, что хочешь, но ты не будешь служить соблазном для своего брата, потому что любить Бога связано с любовью к ближнему своему. И, может быть, есть какие-то вещи, которые в принципе можно, но чтобы не стать соблазном, ты отказываешься от них, чтобы быть благословением для окружающих, потому что царствовать во всем должна только любовь, только любовь. И вот это всякое ограничение, я говорю, которое внешнее, оно приводит к деградации. Всякое ограничение приводит к вырождению. А внутренняя свобода, соединенная с любовью, приводит к росту и развитию. Мы это делаем, потому что мы любим. Не потому что там можно, нельзя, а потому что мы любим. Мы свободны, но мы любим, и поэтому поступаем именно так. Мы свободны внутри. Мы свободны, но любовь, и поэтому это направляет нас в жизни. Божья, Божья любовь. А когда люди, вместо того, чтобы ощутить свободу, оказываются в религиозном рабстве, пусть даже в церкви, это всегда приводит к тому, что они теряют даже то, что имеют. Вы знаете, я помню, с удивлением обнаруживал, как часто люди, которые в этом мире были творческие, вот интересно, что некоторые известные какие-то певцы или музыканты, когда приходят к христианской вере, это удивительная вещь, чаще, очень часто, вот даже у нас в стране есть некоторые известные музыканты, певцы, пришедшие к вере, к христианской, и после того, как они пришли к вере, их становится неинтересно слушать, и у них пропадают интересные песни. Я помню, меня это так сильно удивляло всегда, я думал, по идее же должно быть все наоборот, придя в церковь, у них должно еще сильнее раскрыться творчество, дары, служение, а они теряют даже то, что имели когда-то, потому что просто-напросто они вот попадают в некое вот замкнутое пространство со своими ограничениями и правилами, и их творчество, даже их дар, которым Бог дал, он не то, что там не расцветает еще сильнее, а он вянуть начинает, гнить начинает, потому что свободы нет никакой, вот это замкнутое пространство этого эксперимента 25-й вселенной, оно превращается в проклятие, замкнутость любая превращается в проклятие, поэтому я хочу сказать, что царство Божье, это не просто такая же система, как царство греха, просто со светом, а та с тьмой, нет, это в принципе другое все, это другая жизнь, это другие законы, это все иное, и поэтому смотрите, Яков 2 глава 12 стих, апостол Яков говорит, так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, что такое закон свободы, а это и есть свобода в любви, единственное, что ее ограничивает, это наша любовь к ближнему, и когда мы так расцениваем, вот по такому закону свободу, свободы нашей поступки и нашей дела, тогда мы от многих вещей будем отказываться не потому, что их нельзя, а потому, что мы любим, и мы хотим, чтобы наша жизнь была полным благословением и никого не соблазнила, так говорите, так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, ибо суд без милости, не оказавшему милость, милость превозносится над судом, то есть наша милость другим, наше сострадание, наша доброта, благость, то, что называется в Евангелиях, благость в отношении окружающих людей влияет на нашу жизнь, и можно сказать, да, мы рабы, мы рабы свободы, мы рабы праведности, но здесь другой принцип, это не страх перед проклятием или наказанием, а это желание как можно более эффективно жить и как можно больше людей принести им благодать, благословение, реальную любовь. Вот что такое закон свободы, закон свободы. Мы другие люди, мы направляемся любовью, направляемся любовью. И поэтому, драгоценные, так важно вырастать из всех рамок, вырастать из всех рамок, которые, может быть, раньше ты был вот в этой, в рамке проклятия, если я не буду приносить десятину, да, проклятие, Бог меня накажет, у меня будут финансы, с финансами проблемы, может быть, вообще даже в рай не попаду, если не приношу десятины, да, выходите из этих рамок, выходите из них. Мы выходим, и мы приносим десятину уже не из-за страха, проклятия, осуждения или нищеты, а потому что мы любим Бога, мы любим невесту Христа, Церковь Божью, и любовь мотивирует нас совершать для, и жертвовать для Церкви и для Господа больше, и порой даже намного больше десятины. Понимаете, да? Вот что нас ведет. Я отлично понимаю, если так говоришь, что ты говоришь, да, так можно вообще десятину не приносить. Да, можно. Можно. Можно вообще не приносить. Но весь вопрос, кого ты любишь? Кого ты любишь? Например, у нас дома нет такого правила, да? Виктор обязан, например, вот на Новый год дарить Жене подарок минимум три тысячи стоит, например. На восьмое марта минимум пять тысяч должен что-то подарить, а на день рождения минимум десять тысяч, например. У нас нет таких правил. И если, например, я принесу меньше, ну все, говорит, тогда у тебя развод и пошел вон, например. Нет. Я вообще могу ничего не дарить? Скажешь, ну, наверное, ты ничего и не даришь. Ну, если, например, было, не подарил подарок, развод. Или еще какое-то. Ну, мы же дарим подарки не потому, что мы за это наказываем и будем, а мы дарим подарки потому, что любим. Правда же? Дарим, любим. Если есть человек, и ты видишь, что ты можешь ему что-то подарить, но это стоит дорого, часто это тебя совсем не может остановить, чтобы потратиться, потому что ты знаешь, это ему нужно. Не потому, что есть такое правило. Любимому нельзя дарить подарки меньше такой-то суммы, иначе он обидится на тебя. Нет. Ты любишь, и любовь твоя стимулирует. Вот когда смотришь, уже как-то в семье больше равнодушия, там и подарочки сходят, но нет. А вначале денег нет вообще, студенты все из кармана достал, чтобы купить ей что-нибудь. Да? Любовь такая, большая. Так вот, драгоценные точно так же, точно так же и здесь. Вы почему это, почему служите? Надеетесь там лучше места на небесах получить, чтобы не стоять на этом зеркальном море с пальмами, а лучше среди старичков 24-х там, поближе к престолу тусоваться. Да? Зачем? Зачем мы? Мы же не заслуживаем себе спасения или места в раю. Мы уподобляемся Христу, мы уподобляемся нашему Богу, который есть любовь. И чем больше мы уподобляемся, тем больше любовь нас ведет. руководит. И именно это определяет наше поведение и наши поступки. Нас не надо судить по ветхому закону. Нас судит закон свободы. А закон свободы это и есть любовь. Насколько то, что я буду делать, будет благословением для моего ближнего. Насколько это ему поможет или навредит. Насколько это его обогатит или наоборот опустошит. Вот что является законом, под которым мы ходим. И в самом конце я хочу прочесть последнее место Писания. Это Галатам 5-я глава. Первый стих. Я думаю непонимание той свободы приводит часто церкви христианские конфессии к вырождению к законничеству. К тому, что мы вроде бы поменяв рабство греха на рабство праведности не поняли суть этой новой жизни. и живем точно так же как и жили в мире просто с новыми правилами. Но христианство это не новые правила взамен старых. Не новый закон взамен старого. Христианство это новая жизнь, новая атмосфера, новые принципы. Я еще раз вам говорю, когда апостол Павел учил об этом, его многие обвиняли, они говорили, послушай, Павел, уберешь страх перед законом, верующие распустятся, будут грешить напропалую, ничего не боясь. Ну, если нет страха перед законом, теперь будут грешить напропалую, все они то будут. Нельзя. Нельзя так делать. Десятину не будут приносить в церковь, если у них не будет страха, что проклятием они прокляты, если хотя бы раз забудут. нельзя так делать. Нужно как-то в строгости всех держать, чтобы боялись тут. А Павел, тем не менее, продолжал говорить о любви, продолжал говорить о благодати, продолжал показывать им, что эта новая жизнь, она реально новая во всем жизни, во всем. и он приглашал людей вкусить эту жизнь. Чем больше ты ее вкушаешь, тем больше ты свободен не потому, что ты боишься шаг лево, шаг вправо, молнии придут, нет. Ты свободен абсолютно, абсолютно свободен. Вот во всем свободен. Хочешь в церковь вообще не ходи. Мы же не для того здесь, чтобы, знаешь, в рай попасть, приходится ходить, уже мочи нет. Когда из-под палки все не то, все не то. Вот пришли прославления, а у некоторых настроение плохое, а тут прославления, какие-то песни радостные, тебе вообще петь не хочется, а радостные тем более. И ты приходишь, и такой думаешь, опять у них тут эти радостные песни, уже надоел, день какой-то сегодня такой мрачный, серый, настроение плохое, может быть, женой еще поругался, дети что-нибудь такое сделали, расстроили тебя. Пришел в церковь, тут петь надо, не хочется петь. Думаю, что надо там вначале попеть и начать. Собрание у нас не проходит по-другому. Вот. И пришел такой, и поешь такой, так тебе вот каждая песня с трудом через силу дается. А еще бывает лидер прославления говорит такой, слава Богу, потому что вы знаете, все изменится, но на небесах мы будем петь Богу вечно. Ты думаешь, я полчаса не могу мне это, думаешь, такое небо, где там я буду вечно петь, да вообще лучше умереть. Лучше воду на сковородке, чем вечно это терпеть. Для меня это мучение неимоверное, да? Вот. И это я вам говорю, что такое служение под законом, понимаете? Вот это вот под законом мы находимся, и тут надо петь, потом вот это надо делать, вот это надо делать, уже не могу вот это делать, не хочу, но боюсь Бога уже, как проклянен сейчас вот. Потом говорит Господь, не хочу ничего, но ради тебя уже все, уже денег нет, но ради, чтобы последние не исчезли, дам тебе уже десятину. Вот. И мы как бы откупаемся от него, вот мы живем под законом, и вот такие люди, они могут все исполнять, на собрание ходить, десяти наплатить, а какие-то они нерадостные, вот какие-то вот напряженные, вот радости нет, во всем зажаты, во всем ограничены. Ну, приходишь на собрание, а пастор говорит, да не нужно десятину платить, в церковь не нужно, думаешь, ну, наконец-то. Петь не надо, десятины не надо, ничего не надо. Слава тебе, Господи, наконец-то я понял, дома лежи, радуйся. Все, да? Павла в этом и обвиняли. Они говорили, ты что сейчас, Павел, о благодати тут учишь, люди страх потеряют, все, церкви опустеют. А Павел понимал, церкви будут пустеть, если закон будет там править. Как сегодня мы видим, вот это законничество, до чего доводит церкви, в том числе в той же Европе, да, вот, огромные пустые соборы, никого тут она не надо, никто не хочет туда идти. Потому что в действительности драгоценное, вот, только вкушение Бога, Его любви, Его свободы, оно приводит к тому, что мы стремимся что-то делать не из-за страха, не из-за ограничения от этого железного бокса, мы свободны. Как кролики в Австралии. Мы свободны. Но, в отличие от кроликов в Австралии, да, у нас есть любовь, которая ограничивает нас. Именно любовь к нашим ближним. Она нас ведет, она нас направляет. Поэтому я и говорю, если у нас и есть какой-то закон, то апостол называет это закон свободы. вот это единственный закон, под которым мы находимся. Поэтому, я и говорю, поэтому мы с женой не пьем алкоголь, да не потому, что нельзя, а потому, что мы живем в таком мире, где мы хотим, чтобы наши поступки не соблазняли наших ближних. И так бывает, ненароком кого-то соблазнишь. Если еще и сознательно это делать, то вообще беда будет. Потому что мы любим ближних. Мы стремимся для всех стать всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых, которые смогут точно так же вкусить эту свободу. Поэтому некоторые говорят, вы знаете, о нашей церкви, бывают в Екатеринбурге такие слова, ой, это такая церковь, там у них все можно, там у них, пожалуйста, хоть что делай, вот у нас церковь, у нас тут ничего нельзя. А это такая церковь, у них там все можно, там вообще у них аж в рваных джинсах на сцене некоторые проповедуют. Вот такое же говорят, докатились называется. Хотя по сути, вот на молодежной конференции среди молодежной моды, я думаю, апостол Павел, когда он для всех сделал совсем, он бы так и вел себя. На молодежной конференции в рваных джинсах, правильно, чтобы приобрести кого-то среди молодежи. Вот. То есть для всех сделал совсем. Мы не учим вседозволенности, как апостол Павел. Мы не учим. Просто я не вижу пути для святости в том, чтобы наделать в церкви кучу правил, ограничений, постановлений всевозможных, которые люди не будут понимать, но из-за страха будут исполнять. А на самом-то деле так и не вкусят вот самого главного, что нам и принес Иисус Христос. Этого познания любви Божьей. Когда все в твоей жизни направляется, корректируется любовью. любовью. И я понимаю, что как и в том время, так и сегодня много будет обвинений, что вы убираете рамки, вы убираете закон, люди могут совсем ориентиры потерять. Поэтому лучше всегда придумать религиозный закон, который хоть как-то будет людей сдерживать. но на примере эксперимента Джона Келхона я вижу, что он будет сдерживать и в то же самое время уничтожать. Уничтожать. И мне кажется, что вот современное христианство в том виде, который у нас сегодня есть, приходит к упадку. Оно как будто не отвечает многим современным запросам людей. Как будто многие современные формы служения, словно они уже исчерпали сами себя. И нет смысла придумывать новые формы, новые какие-то эти вещи. Зачем? Суть христианства это единение с Богом, наполнение Его любовью. А уже эта любовь будет вести тебя. Если хочешь, чтобы Его любовь лучше вела тебя, больше Его познавай. Тогда будет для тебя яснее и яснее. И любовь Божия для тебя будет все конкретней и конкретней. Но путь религиозных запретов и постановлений это путь Моисея. И не было бы смысла Христу приходить, если бы Моисеева закона было достаточно. Но Христос показал нам путь превосходнейший. И этот путь есть Его любовь. Божественная, божественная любовь. И мы живем в любви, когда мы любим Бога и страшно сказать делаем, что хотим. Любим Бога, чувствуем свободу, делаем, что хотим, потому что любовь Бога направляет нас. И это желание не извне через ограничение, а изнутри через желание, хотение, которое Господь созидает внутри меня и тебя, когда мы общаемся с Ним. давайте закроем глаза и склоним головы. я хочу, чтобы каждый из вас сейчас как сказано в Евангелии, вникал в себя и в Писание. Мы вникали в Библию, сейчас я хотел бы, чтобы мы вникали в себя. Вот многие вещи, которыми ты руководствуешься в жизни, из чего они исходят? Из религиозных ограничений, запретов, страха или из-за любви. Любовь, которая побуждает тебя что-то делать, а чего-то не делать. что-то совершать, а от чего-то отказываться. Не потому, что кто-то это требует, а потому, что внутри тебя этот посыл, это желание созидаемое ведет тебя. Аллилуйя. Знаете, я в конце хочу одну вещь сказать. Посмотрите, пожалуйста, на меня. Я недавно услышал, как одно определение счастья, а оно мне очень-очень понравилось. определение счастья. Счастье, послушайте, это когда я хочу, я могу и я должен совпадают. Я еще раз скажу. Счастье, это когда я хочу, я могу и я должен совпадают. когда ты хочешь, но не можешь, ты несчастлив. Когда можешь, но не хочешь, тоже несчастлив. Когда должен, но не хочешь, тоже несчастлив. Когда должен, но не можешь, тоже несчастлив. Когда можешь, но не должен, тоже как-то вот не то что-то. А когда хочешь, должен и можешь, совпадает. Ты счастливый Так вот, христианство, это не то, что Библия говорит, как я должен Но хочу совсем другого Ты несчастный Библия говорит, должен одно А хочешь ты совершенно другого И ты несчастный И ты делаешь, что должен Хотя не хочешь Из-за страха, из-за чего-то Из-за правил, законов, постановлений Но все равно, знаете, сколько пружину Не сжимай, она однажды Не выдерживает Распрямляется Сколько бы ты ни сжимал себя Должен, 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 должен Ненадежно это все Но единение с Богом Работно внутри нас Производит тому, что мы хотим Можем и должны Это едино Для тебя то, что написано в Библии Уже не просто требование Бога извне А это твое желание изнутри Я хочу Я хочу Ну и конечно, Бог дает тебе все необходимое Чтобы ты это смог сделать Хочешь Можешь И должен Если что-то, чего-то одного нет Уже несчастный Всемогущий Господь Мы знаем, что в общении с тобой В единении с тобой Внутри нас Рождаются желания И хотения По твоему Изволению Ты производишь в нас Чистые желания Святые мысли Праведные хотения Господь Совпадающие С тем О чем говорит твое слово И мы молимся Боже Благослови Благослови Мой Бог Чтобы мы входили В эту свободу сынов Когда ты освобождаешь нас От рабства греха От рабства проклятия Даруешь нас Фантастическую свободу И мы можем делать Что хотим Но твоя любовь Ведет нас Путями правды Не потому, что мы Просто должны А потому, что мы Хотим идти ими И мы совершаем Дела Праведности Не потому, что Обязаны А потому, что Внутри нас Жажда Мы любим тебя И мы хотим Радовать тебя Радовать Сора Радовать тебя Радовать тебя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллелуя! Я молю, мой Бог, чтобы в жизни каждого из нас были реальные взаимоотношения с Тобой, чтобы они приумножались. Внутреннее единение, связь, Господи, когда Ты наполняешь нас любовью, радостью, верой, Господь. Наполняешь нашу жизнь Богопознанием и, конечно же, Твоей любовью, которая излилась сердца нашей Духом Святым, данным нам. И эта любовь делает нас новым творением, эта любовь созидает в нас новое желание, хотение по Твоему изволению. Слава Тебе, Господи, честь Тебе и хвала во веки веков. Аминь. Дорогоценные, давайте встанем сейчас. И вот вы знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами извлекли вот эти два урока из эксперимента Джона Келхуна. О первом мы говорили с вами во время проповеди 25-я вселенная, проклятие мышиного рая, где разбирали с вами, что безграничный комфорт и невыносимая легкость бытия приводят к деградации. Сегодня мы с вами говорили о том, что замкнутая ограниченная система приводит к деградации. Я вам скажу честно, я не знаю, я не ученый, какая из этих двух причин больше повлияла на вымирание мышей. Прав ли был Джон Келхан в своих выводах или его оппоненты, а может быть и те, и другие были правы, и то, и другое способствовало, я не знаю. Но обе эти вещи важны сегодня для нас, если мы хотим, чтобы Церковь Божья возрастала и набиралась силы. И поэтому я хотел бы сегодня подчеркнуть, что вот эта всякая ограниченность, вы знаете, не свобода есть двойная, есть внешняя, а есть внутренняя. Когда внешняя не свобода, ограничение. Вот вы знаете, как бы ни было хорошо, конец приходит. И история человечества это еще раз доказывает, какие были империи, великие, могучие империи, но тоталитарная, авторитарная система привела к тому, что эти империи неминуемо разваливались. Мы видим это и на примере там Римской империи, других империй. Мы видим это и на примере фашистской Германии, где как бы, каких бы высот Третий Рейх не достиг, но вот это ограничение страшной идеологии приводит к тому, что эта империя рано или поздно развалится. Рано или поздно развалится. Любая внешняя ограниченность, там где нет свободы для творчества, для предпринимательства, приводит к тому, что конец всегда приходит, всегда. Но есть еще другое, это внутреннее рабство. И тут точно так же должна быть свобода, и именно эту свободу и принес Христос. Если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. Каждый из нас сегодня, принявший Христа, истинно свободны. Но только на что мы направим свою свободу? Что будет ей руководить? Эго или Христос? Эго ведущая всегда ведет свободу к анархии. Христос к любви. И таким образом мы любим, любящий исполнил закон. Любящий. Ему не нужен закон, он любит. Ему не нужны внешние ограничения, он любит. У него изнутри идет мотив. И именно это и делает христианство. А мы из этого сделали очередную религию. С запретами своими и правилами. Поэтому, драгоценное, так важно, чтобы мы внутри себя были свободными и направляемой любовью. По имя Иисуса Христа. Возьми ближнего за руку. Господь, я молю мой Бог, чтобы в нашей церкви была атмосфера свободы. Чтобы мы не были очередным обществом со своими законами и правилами. Мы были местом свободы. Но свободы во Христе Иисусе. Свободы от познания Бога. Свободы, которая рождается в соединении человека и всемогущего Господа. Я молю Тебя, мой Бог, чтобы люди могли вкушать эту свободу и любить Тебя. Мы любим Тебя и делаем, что хотим. Мы любим Тебя и Твоя любовь рождает в нас желание и хотение по Твоему изволению. Чтобы мы были церковью свободы во Христе Иисусе. Где нами управляет не закон, а благодать, созидающая внутри нас правый дух. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя!